Друзья, в RDM IMPORT мы проводим розыгрыш. В период с 15 октября по 15 ноября при покупке любого автомобиля в нашем автосалоне в кредит вы получаете возможность выиграть 400 тысяч рублей. Подробнее об условиях акции смотрите по ссылке. Друзья, всем привет! С вами компания RDM IMPORT и вы смотрите первое видео о вторынок. Кстати, если вы на нас еще не подписались, рекомендуем это сделать. На канале много полезного и интересного обо всем, что касается выбора и покупки поддержанных автомобилей. В том числе и обзоры в различных форматах. Ну а если заинтересовали автомобили в наличии или информация о компании, быть может вакансии, все это по ссылочке, которая будет в описании. Достаточно часто в нашу компанию обращаются люди с запросом «Мне нужен рамный внедорожник». Но что делать, если стоимость, например, Land Cruiser Prado откровенно кусается в нынешнее время, а покупать очень старый Pajero Sport начала 2000-х годов, либо УАЗ по какой-то причине не хочется. На помощь приходят корейские производители, причем далеко не самые мейнстримные. Такие, например, как Sanyong с моделью Kiron. В свое время, когда этот автомобиль был новый, его отличало очень хорошее сочетание цены-качества. Не растерял он это преимущество и по сей день, будучи уже на вторичном рынке. Как-то мы уже делали обзор на подобный автомобиль, но там больше затрагивалась техническая сторона. То есть то, насколько легко или наоборот сосуществовать с поддержанным Kiron. Сегодня потратим чуть меньше времени и поговорим про практичность, насколько этот автомобиль подходит на роль универсального семейного транспорта. Sanyong Kiron появился в 2006 году. И эта машина – настоящий долгожитель конвейера. Последние экземпляры покинули сборочные линии аж в 2016-м. По ходу жизни машину провели через рестайлинг, который кардинально преобразил внешность внедорожника. Большинство автомобилей на вторичном рынке в России как раз-таки рестайлинговые, как и наш сегодняшний экземпляр. Самые распространенные варианты двигателей на вторичке – это бензиновые 2,3 литра на 150 лошадиных сил, либо дизель на 141 лошадиную силу. Коробки передач здесь классические автоматические, либо механика. Ну а привод на очень небольшом количестве автомобилей мог быть только задний, хотя большая часть подобных внедорожников на вторичке будет иметь подключаемый передок. Наш сегодняшний экземпляр – рестайлинг 2013 года выпуска с бензиновым мотором 2,3 литра 150 лошадиных сил, автоматической коробкой передач, полным приводом и пробегом 96 тысяч километров. Sanyong Kiron – это далеко не самый крупный внедорожник на рынке, но и компактным его тоже не назвать. Длина кузова – 4,66 метра, ширина – 1,88 метра, а высота – 1,75 метра. Колесная база этого внедорожника – 2,74 метра, что больше, чем у иных седанов бизнес-класса. Радиус разворота – 5,6 метра, причем у этого автомобиля еще и крайне легкий руль, облегчающий маневрирование в тесных пространствах. А снаряженная масса – 2,10 тонны кг, максимально разрешенная – 2,530 тонны. Что касается толщины лаккрасочного покрытия, то если Kiron, который вы смотрите, находится в заводском окрасе, разброс показаний прибора для этого автомобиля будет лежать в диапазоне от 80-85 до где-то 110-120 микрон. Ну а что касается стойкости кузова к коррозии, то на самом деле на большинстве поддержанных автомобилей, если, конечно, они не эксплуатировались в очень жестких климатических условиях в зимы, когда обильно использовались реагенты, с кузовом по части ржавчины все должно обстоять очень даже благополучно. Есть, конечно, некоторые исключения в виде коррозии, например, оконных рамок, но подобные вещи не относятся к суперкритичным. Хотя в любом случае машину на подъемнике смотреть нужно хотя бы с целью убедиться, что ВИН-номер на раме читается. Обзор автомобиля внутри. По традиции начинаем с багажного отделения. Доступ куда нам открывает довольно большая и тяжелая пятая дверь. Каталожный объем багажника здесь 625 литров, что очень даже неплохо. Визуально багажник тоже огромный, но давайте вооружимся рулеткой и посмотрим, как обстоят дела с линейными размерами. Проем багажника практически одинаковый по ширине, и в средней части этот параметр 106 сантиметров. Высота проема от фальшпола до крыши порядка 84. Погрузочная длина при поднятых спинках сидений второго ряда 92 сантиметра. Багажник здесь, кстати, практически одинаковый по ширине 112 сантиметров. Ну а для перевозки длинномеров, либо для того, чтобы расположиться на ночлег, а здесь это сделать вполне реально можно, сложить спинки заднего сидения. Правда, делать это придется в любом случае из салона. Тянуться крайне неудобно. Ровный пол здесь не получится, будет ступенька, но полезная длина увеличится до спинки переднего сидения. В данном случае у нас порядка 180 сантиметров. То есть, если передние сидения сдвинуть еще немного вперед, здесь вполне разместятся на ночлег два взрослых человека высокого роста. Ну а длинный груз, наподобие плентусов, которые вы здесь можете увести, просунув его между передними креслами, это что-то около 258 сантиметров. Что касается дополнительных удобств и фишек по багажному отделению Кайрона. Наверху у нас присутствует плафон освещения, под фальшполом есть емкость, где можно разместить какую-то мелочевку наподобие троса, знак аварийной остановки, аптечки и так далее. По бокам у нас присутствуют две крышки на боковых панелях, которые запираются при помощи замочков-вертышей. При этом с правой стороны у нас отсек для мелочей, а также 12-вольтовая розетка сверху. А с левой стороны ниша под штатный инструмент. Также по полу у нас присутствуют четыре крючка для фиксации груза при помощи сетки. Ну а запасное колесо в данном случае находится снизу. Ну а теперь про салон. Что касается эргономики. В этом автомобиле, глядя на приборную доску и рулевое колесо, невольно вспоминаешь машины начала 90-х годов, поскольку по современным меркам руль здесь непривычно большого диаметра. Но для внедорожника это очень кстати. Как и очень мощный гидроусилитель тоже. Комбинация приборов в данном случае это три отдельных колодца с хорошей довольно крупной оцифровкой. Они простые и читаемые архитектуры. Эта панель напоминает панель мерседесов в период где-то с 96-го по 2002-й года. Сидения не сказать, чтобы отличаются каким-то суперудобством или ярко выраженным профилем, но опять же с поправкой на класс и стоимость автомобиля изначально это достаточно приемлемо. Посадку за рулем при росте 1,86 м мне подобрать удалось. Причем сделать это достаточно оперативно. Можно было бы и быстрее, если бы инженеры компании Сан Йонг сделали сюда более привычные регулировки подушки сидения по высоте и наклону. В данном случае регулируются они поворотными ручками типа барашек. Не слишком удобно, но они есть. На этом спасибо. Кстати, что касается продольной регулировки кресла, в данном случае это максимально отодвинутое назад положение. Я полностью выпрямляю левую ногу в колени и при этом еле как дотягиваюсь носком до пола салона. Так что у водителя высокого роста в этой машине все же есть шанс устроиться за рулем удобно. Имеется регулировка также и у рулевой колонки. Правда, только по наклону. Подпружиненная, как на Тойотах 90-х годов. Регулировки по вылету в данном случае не предусмотрено. Опора под локти здесь имеется как на дверной карте, причем подлокотник обшит кожей, но сам по себе он жесткий. А правая рука опирается на крышку центрального бокса. В плане органов управления и кнопочек здесь все просто и понятно. Блок стеклоподъемников на двери абсолютно стандартный. Слева от руля блок клавиш, часть из которых просто заглушки. Это регулировка боковых зеркал, складывания и противотуманные фары. На самом рулевом колесе у нас присутствуют только клавиши смены передач в ручном режиме автомата. Подрулевые переключатели здесь в целом находятся на местах. Пользоваться удобно, тянуться за ними не приходится. По центру приборной панели у нас цифровые часы. Кстати, они достаточно часто не работают на возрастных машинах, если это принципиальный момент, обращайте внимание. Клавиша аварийки окружена дополнительными кнопками, среди которых сброс показаний одометра, включение подогрева заднего стекла вместе с подогревом боковых и наружных зеркал и включение подогрева зоны дворников. Ряд вертикальных кнопок это управление режимами работы полного привода. Задний привод, в котором и предписывается двигаться большую часть времени, в том числе по дорогам с твердым покрытием. Подключенный передний мост, с которым можно двигаться только по покрытиям с плохим сцеплением, то есть по грязи, либо по снегу. При выезде на трассу его лучше выключать, поскольку центрального дифференциала на этих автомобилях нет, и передок подключается жестко. Зато есть пониженная передача. Включается она здесь через нейтралку. Подключение полного привода здесь происходит при помощи сжатого воздуха и осуществляется не мгновенно. Как и на Mitsubishi Pajero, иногда здесь приходится слегка прокатить автомобиль, для того, чтобы моргающий индикатор сменился постоянно горящим. То есть привод подключился. Ниже кнопки подогрева передних сидений и рукоятка управления корректором фар. Климат-контроль в нашем случае однозонный, но полностью автоматический, с дисплеем. Температура и обороты вентилятора регулируются удобными поворотными ручками, ну а клавиши внизу в данном случае не особо различимы, хотя после некоторой привычки почти наверняка можно пользоваться ими, не отвлекаясь от дороги. Также у нас есть обычный нормальный прикуриватель, что редкость в нынешних автомобилях, селектор коробки передач с прорезью типа змейка, и зимний режим работы трансмиссии, который активируется при помощи переключателя с буквами V, Winter и S, Standard. Наследие времен, когда компания SunYong сотрудничала с компанией Mercedes в зимнем режиме, коробка трогается со второй передачи, что позволяет избежать ненужной пробуксовки. Что касается бардачков, подстаканников и прочих мест для хранения, сдвижная крышка на центральном тоннеле открывает нашему взору два подстаканника, один из которых подходит для небольшого пластикового стаканчика с чаем, а второй сделан, похоже, больше под рюмку, поскольку он очень маленького диаметра. Центральный бокс довольно объемный по площади, но мелкий, хотя сложить сюда мелочевку вполне можно. Основной перчаточный ящик также не поражает воображение своими габаритами, он больше подходит под документы, пусть и формата А4, очень небольшой по высоте. Зато есть полочка, куда можно сложить мобильный телефон, обычная 1-диновая, вставлена еще и дополнительная емкость для хранения для того же мобильника. Внизу дверных карт есть карманы, но они больше рассчитаны либо под какую-нибудь ветошь, тряпочки, либо под бумаги, поскольку ничего более габаритного вы туда не засунете. Зато на потолке присутствует аж два футляра для очков. Что касается обзорности, кстати, посадка в этом автомобиле вертикальная, капитанская, как и должна быть на внедорожнике. Боковая линия остекления здесь низкая, а вот передняя панель нет. Линия панели повыше, лобовое стекло кажется узким, и капот по большому счету не особо виден. Вы видите его центральную часть, но не края или передний габарит, так что к этим моментам придется привыкнуть. Наружные зеркала здесь не очень большие по площади, они вытянутые в поперечном направлении, но пользоваться ими удобно, и нареканий при движении в потоке они не вызывают. А с обзорностью назад здесь помогает камера заднего вида, если, конечно, она была в автомобиль предварительно установлена. Но это не наш частный случай. А теперь давайте посмотрим, как обстоят дела на втором ряду. Что касается заднего сидения, на самом деле, садясь сам за собой, то есть при максимально отодвинутом назад водительском кресле, я контактирую коленями с сидением. Причем контакт происходит с его центральной частью, где присутствует пластиковый жесткий вставыш, на котором закреплена сетка для какой-то мелочевки. То есть запас пространства для ног здесь небольшой. Хотя ступни можно подсунуть под сидение, и становится более или менее удобно. Пространство над головой здесь есть, причем запас неплохой. Опоры под локти, это обшитые кожей жесткие подлокотники на дверных картах, и один центральный, в котором нет ни подстаканников, ничего-либо дополнительного. Просто как факт. Также заднее сидение можно регулировать по углу наклона, и вот это максимально отклоненное назад положение. Так ехать уже гораздо удобнее, по крайней мере, с моим ростом. Ну а из дополнительных удобств для задних пассажиров в данной комплектации, кроме сетчатых карманов на сидениях и на центральном боксе, отметить больше нечего. Разве что кнопочки стеклоподъемника. Можно ли отправляться в дальнюю дорогу на заднем сидении Кайрона? Пожалуй, что да. Что касается начинки подкапотного пространства, то в данном случае под капотом находится как раз таки строго рекомендованный к покупке двигатель. Это бензиновый агрегат с индексом G23D. Рядная четверка с чугунным блоком цилиндров, по сути, представляющая собой лицензионную копию мерседесовского мотора серии М111 конца 80-х годов. Здесь двухрядная роликовая цепь ГРМ. Надо сказать, крайне выносливая. Самый обычный распределенный впрыск топлива и есть гидрокомпенсаторы. Так что регулировкой зазоров клапанов на этих моторах заниматься не приходится. Конструктивно этот двигатель прост и, кстати говоря, не сложен в обслуживании, даже самостоятельном. И надежен. Его средний ресурс это около 350 тысяч километров пробега. Конечно, мелкие неприятности по этим моторам случаются, но они касаются не поршневой группы и вообще не внутрянки двигателя, а больше относятся к датчикам. Также бывает подводит и ДМРВ, от которого в работе данного двигателя зависит, кстати говоря, очень и очень многое. Ну а такие вещи, как шум или течь насоса системы охлаждения, помпы здесь диагностируются элементарно, поскольку все навесное оборудование у этого мотора находится прямо на виду. И доступ здесь прекрасный, что к компрессору кондиционера, что к самой помпе, что к насосу гидроусилителя рулевого управления. Масло на этом агрегате можно менять где-то раз в 10 тысяч километров пробега. Объем его здесь немаленький, семь с половиной литров. Ну а вязкость самая обычная 5W40. Кстати, данный двигатель допускает использование 92-го бензина. Что касается дизельного двигателя D20DT, то он тоже чугунный, тоже рядный и тоже имеет 4 цилиндра. Система впрыска на дизеле типа Common Rail производитель Delphi. Естественно, этот турбодизель при 141 лошадиной силе он выдает 310 ньютон метров крутящего момента, что больше, чем у бензинового агрегата. Такой автомобиль будет шустрее и потреблять меньше солярки на 100 километров пути. Однако, учитывая реалии, приобретать дизельный двигатель на этом автомобиле мы бы не рекомендовали. Во всяком случае, делать это без должной диагностики нельзя, поскольку в долгосрочной перспективе данный дизель способен подкинуть немало вопросов. Самые основные из которых, скорее всего, придутся на топливную аппаратуру, поскольку она не очень хорошо переваривает низкокачественную солярку. А замена ТНВД и форсунок на этом моторе выйдут в копеечку. Цепь ГРМ у этого дизеля также двухрядная и сама по себе надежная. Она не растягивается, ничего с ней не происходит. А вот натяжитель цепи, бывает, подводит еще до пробега в 50-60 тысяч. Кстати, при ремонте топливной аппаратуры, имейте в виду, очень часто форсунки на данных дизелях намертво прикипают к ГБЦ. И при попытке их оттуда извлечь, вполне можно получить проблему в виде трещин, что приведет к замене всей головки блоков сбора. Если вам повезло и маслонасос вашего Д20ДТ вас не подведет, то поршневая у этого дизельного двигателя выходит около 400 тысяч километров плюс. Но еще одним аргументом против дизеля и обоснованием более низкой цены дизельных кайронов на вторичке будет стоимость контрактного агрегата, несравнимая с бюджетностью бензинового двигателя. Что касается коробок передач, которые с этими моторами агрегатируются, то если вы хотите совершенно ни о чем не греть голову, смотрите кайрон на механической коробке. Шестиступенчатый автомат классической конструкции установленный здесь носит индекс ДТР М78. И отзывы про данную трансмиссию довольно противоречивые. У кого-то эта коробка выхаживала 250-300 тысяч без каких-либо особых проблем, а кто-то приезжал в ремонт еще на новых автомобилях на пробегах до сотни. Многое здесь зависит от режима эксплуатации автомобиля, таскал ли он за собой прицеп и часто ли использовался на бездорожье. Изначально у шестиступенчатой коробки, скажем так, есть вопросы по ресурсу, например, фрикционов. Изнашиваются они здесь достаточно быстро. То же относится и к гидротрансформатору. При тест-драйве подобного автомобиля обратите внимание на то, чтобы коробка переключала передачи плавно. Не должно быть видимых затягиваний передач и пинков. Если же подобное наблюдается, возможно, предыдущий собственник пренебрегал интервалами замены масла. Кстати, масло в этой КПП лучше менять почаще, чем в 60, где-то раз в 40-45 тысяч километров пробега. Хотя бы частично, что позволит удалять из системы продукты износа фрикционов и продлить жизнь гидроблоку. Ну а по системе полного привода в основной массе, если и наблюдаются проблемы, то связаны они с датчиками и окисляющейся проводкой. Так что при осмотре подобной машины в любом случае работоспособность системы лучше проверить. Но в плане механики по данным машинам вопросов нет. Здесь все прочно. Ну а перед тем, как посмотреть на автомобиль снизу на подъемнике, давайте пробежимся по дорожному просвету, каталожное значение которого для этой машины 199 миллиметров. Давайте вооружимся рулеткой и посмотрим, соответствуют ли эти цифры действительности. Низшая точка автомобиля в данном случае это сама рама и расстояние от асфальта до ее нижней части 21 сантиметр. Расстояние до края переднего бампера целых 28 сантиметров, а до нештатной подножки 23. В задней части чуть повыше 24 сантиметра. Ну а задний бампер находится на расстоянии 34 сантиметра от поверхности земли. Так что с геометрической проходимостью у этого внедорожника на самом деле полный порядок. Передняя подвеска этого внедорожника выполнена на двойных поперечных рычагах. Соответственно у нас здесь по две шаровые опоры с каждой стороны, верхняя и нижняя. Стабилизатор поперечной устойчивости проходит у нас перед рамой и он крайне массивный. Доступ ко всем компонентам для замены здесь эталонный. Рулевая рейка самая обычная гидравлическая. Очень мощный насос ГУР и очень легкий руль, что облегчает эксплуатацию на бездорожье, а также маневрирование. Соответственно при осмотре автомобиля обращаем внимание на то, чтобы все было сухо и нигде ничего не подтекало. Также при осмотре полноприводного автомобиля обязательно обратите внимание на отсутствие люфта в крестовинах карданов. Их здесь соответственно два. Кардан на передний редуктор и основной. В случае если вы используете автомобиль по назначению, после серьезных внедорожных покатушек лучше обновлять смазку. Крестовины здесь обслуживаются. Что касается антикоррозионной обработки самого кузова, то на самом деле здесь ее не так много. Антикор присутствует, но если вы планируете подобный автомобиль эксплуатировать очень долгий период времени, дополнительно лучше обработать хотя бы открытые участки на порогах. Хотя повторимся, по сравнению с некоторыми другими автомобилями у этой машины в плане ржавчины все обстоит благополучно. В задней части автомобиля мы видим топливный бак. Его объем 75 литров, что в целом вполне приемлемо с учетом расхода. Особенно если речь идет про дизельную версию. Ну а сзади у нас классическая для внедорожника схема. Это мост. Задние тормоза здесь дисковые. Пружина и амортизатор разнесены отдельно друг от друга. Также в задней части автомобиля мы видим запасное колесо. Кстати, в данном случае это докатка, а не полноразмерная запаска тормоза у Кайронов. Круг дисковый, стояночный тормоз, самый привычный механический. Таким мы увидели сегодня автомобиль Саньон Кайрон 2013 года выпуска. С пробегом 96 тысяч километров, бензиновым двигателем 2.3 на 150 лошадей, автоматом и полным приводом. Если у вас был или есть подобный внедорожник, вы проехали на нем не одну сотню тысяч километров пробега и вам есть в чем нас дополнить и в чем поправить, прописывайте все в комментарии. Людям, которые думают о покупке подобной рамной машины, ваш комментарий может помочь определиться с окончательным выбором. На сегодня это все. Если обзор понравился, оказался полезен, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите какие автомобили хотелось бы видеть в будущем на нашем подъемнике. Ну а мы в свою очередь постараемся их для вас добыть и отснять. Спасибо за просмотр и до новых встреч на канале. Пока!